Праздник быть собой. Праздник быть собой, быть ни там, ни здесь. Каждое утро я просыпаюсь, я смотрю на свои руки, я понимаю, что я танцую. Я выхожу на улицу, со мной танцуют миллионы прохожих. Я захожу в автобус, там люди тоже танцуют. Каждое движение уникально. Я могу смотреть на себя, на тебя. Ты уникальна. Каждый может танцевать. Праздник быть собой. Я выхожу и никуда не тороплюсь. Я иду непривычным маршрутом и захожу в свои любимые переулки. Я могу остановиться или вернуться. Я могу начать или продолжить. Или закончить, когда захочу. Когда снег шуршит под ногами, когда каждое дерево разговаривает с нами, мы не можем обернуться, мы не можем остановиться. Мы можем лишь наблюдать. Мы можем видеть, слышать, чувствовать. Мы можем все. Мне кажется, что все мы в детстве умели никуда не спешить. Умели никого не ждать и чувствовали все. Умели придумывать себе занятия и игры. Мы знаем, что такое праздник быть собой. Маша Козулина. Илья Аманылов, правильно? Да. Илья, скажи, пожалуйста, откуда у тебя такой поставленный голос? Да как-то с опытом приходит. Давно пришел он тебе? Не знаю. Мне кажется, еще даже не до конца. Еще даже не до конца. Не до конца пришел. Мы еще обязательно с тобой поговорим. Ты расскажешь, как ты придумал вообще название минога в честь рыбы. Мы сейчас всем все объясним. Анечка, представляй, пожалуйста, наших гостей, которые уже в студии. Смотрите, дело в том, что с 5 декабря по 2 февраля в Синара на арт-галере пройдет выставочный проект, который называется «Праздник быть собой». В рамках этого проекта пройдет, скажем так, танцевальный... Много мастер-классов. Много будет всего, но там будет танцевальная резиденция, которая продлится 10 дней. Называется она «10 движений Зминога Дэнс Компани». И у нас в гостях сегодня Лев Шушаричев, это координатор выставочных проектов, и Александра Рахманова, продюсер Минога Дэнс Компани. Очень рады видеть вас в студии. Мы тоже. Вы рассказываете, что нас ждет? Ну, нас ждет время, которое мы можем посвятить наконец-то себе. Не работе, не тем, кем, может быть, нас заставляет быть и общество, и жизнь, и какие-то суета. Мы можем и гости галереи, вот как раз, как вы сказали, с 5 декабря по 2 февраля, прийти на выставку и задуматься, и посвятить время каким-то своим личным переживаниям, обратиться внутрь себя, вместе с художником и поразмышлять над этим. Будет действительно такая интересная и с одной стороны ретроспектива диапазон художественных выражений на эту тему и из коллекции галереи, то есть уже таких признанных мастеров. Это все уральские авторы. И наших современников, молодых авторов, которые, может быть, там более близки будут даже сегодняшним зрителям. И с одной стороны, вот это будет длинно, да, несколько месяцев будет длиться выставка, но мы вас призываем прежде всего ходить еще на мероприятие перформанс-резиденции Minogo Dance Company, которое будет супер насыщенное. Первые 10 дней работы выставки просто мы все заполоним современным танцем. И именно через 10 движений, которые мы так условно обозвали, предлагаем людям прийти к себе, то есть делать движение навстречу себе. И здесь я уже, наверное, Саше передам слово. Это как раз будет с 5-го и 10 дней следующих. С 5-го по 15-й. Да, 5-го мы приглашаем на открытие как выставки, так и нашей резиденции. Будет интересантная активность. Можно будет посмотреть прямо за репетиционным процессом, то есть мы будем такой некий перформанс, он же репетицию показывать. И вообще каждый из этих дней заявленных резиденции можно будет вечером просто прийти в галерею и просто посмотреть то, как работает профессиональная труппа, как же рождается постановка, как рождается танец. А днем и не поздним вечером мы приглашаем на мастер-классы, которых и лекции, которые будут, вот знаете, от, например, то, за что любить наш город, от архитектора. Надо сказать, что люди, которые танцуют в нашей компании школы, они самых разных творческих профессий. То есть это и дизайнеры, и архитекторы, и телесные терапевты, и педагоги в школе. То есть самые-самые обычные люди. И вот они познакомят город с какими-то своими областями знания. Это должно быть очень интересно. Не только танцевальные. Те, кто придут, ваша целевая аудитория, на кого это рассчитано? Это те, у кого кризис какой-то в жизни, и они решили найти себя? Ну, кто эти люди? Да вы знаете, сейчас, мне кажется, такое время у нас с вами, ведь необычное, что все находятся в неком поиске, что-то ищут. Но я бы назвала, что это поиск духовный, но у нас, знаете, все настроено на то, чтобы найти, наладить связь между духовным, внутренним миром и телесным. Ведь гармония, когда мы можем быть собой не только внутри, но и проявлять себя спокойно, без зажима. Даже если ты танцуешь, как Семен Сокол, ужасно и плохо, ты можешь прийти, но зато быть собой. И стать солистом, наверное, еще. Как это физически происходит? Потому что танцевать многие, даже те, кто умеют, они стесняются. А уж тем более ты пришел в общественное место, да? Ты вообще не уверен в своих движениях, и тут происходит что-то странное. Вы предлагаете присоединиться. Как преодолеть этот барьер и как попробовать в этом поучаствовать? Потому что мы, пока ребята танцевали, если правильно будет сказать, мы выяснили, что это не постановка, это всегда импровизация. Это не всегда импровизация, но импровизация как возможность быть собой как раз здесь очень легко. То есть вот какой бы ты ни был, какой бы странный танец внутри тебя не жил, это и есть твоя уникальность. Ну, я про всех сейчас обращаюсь. И да, и мы говорим про то, что неважно, вас не взяли когда-то в балетное училище, да, например, вы приходите сейчас. Более того, у нас на резиденции будет Илья, художественный руководитель нашей компании школы, проведет открытый урок для людей в возрасте 50+. Опачки! А можно вот к Илье сразу обратиться? Илья, название «Минога» в честь рыбы? Ну, почему такое название? В общем, это моя любимая история в седьмом, восьмом классе. У вас ровно 10 секунд, пожалуйста. Должна была быть, была у нас панк-группа, и мы придумывали название. Я придумал «Минога», но выбрали «Зеленый пенопласт». И я тогда еще решил, в общем, что что-нибудь будет «Минога». Если бы ваша панк-группа называлась «Минога», то, значит, здесь бы мы все собирались и говорили, у нас «Зеленый пенопласт», представитель Александра, вот расскажите, пожалуйста. Увидимся еще раз мы где. Там платный вход или нет, кстати? Вход платный, но довольно... Просто по билету в билерей. А в руках билет и выставку? Да, вход платный, но ребята пришли не с пустыми руками. Дело в том, что легкий анонс на завтра. Завтра мы обязательно, эти два билетика, которые Илья держит, ой, прости, господи, на Илью смотрю, Лев, прости, да. Завтра мы эти билетики разыграем. Да, это билеты на открытие, на прекрасные там события, показ выставки и, да, и перформанс. Ну не факт, что разыграем, может быть, мы с Аней отставим их себе вам, дорогие гости. Спасибо большое. С вами мы увидимся уже совсем скоро. Пятого числа, я бы добавил. Вот, Аня, а с тобой прямо сейчас мы увидимся на экранах. И опять же поговорим про 5 декабря и про Синара Центр. Опять же небольшой анонс. Смотрим Советы Эксперта.